Елена Чаусова В принципе, любой артист волнуется, у меня волнение пропадает тогда, когда я прикасаюсь к песку. Песок, стеклянный стол и руки художника – весь реквизит для создания хрупких образов. Однако постигать ногу так называемой песочной мультипликации можно долгие годы. Несмотря на это, число подмастерьев, желающих превзойти мастера, неумолимо растет. Организовать свою арт-студию решила и наша героиня. В определенный момент моей творческой деятельности я почувствовала внутреннее желание, внутренняя потребность, можно так сказать, делиться опытом и учить людей, чтобы это еще кому-то приносило такое же удовольствие. Сегодня в арт-студии «Миражи» занимаются дети. Соревновался дружный коллектив. Юным художницам подвластна любая тема. Легким движением пальцев на стекле появляются бабочки, цветы, которые, подобно улыбке чеширского кота, через мгновение сменяются затейливыми узорами. Молодое искусство пескографии появилось в 70-х годах прошлого века, когда американский аниматор Каролайн Лив создала свой первый песочный анимационный фильм. Главной особенностью пескографии является создание живых песчаных историй прямо на глазах у зрителя, что рождает бурю положительных эмоций как у автора, так и наблюдавших за сменяющимися образами. За это редкое качество рисование на песке называют настоящей арт-терапией. Одна мама мне сказала, что ее ребенок становится спокойнее, когда позанимается, что на него хорошо влияет. Я сама вижу по этой девочке, которая приходит ко мне возбужденно, и она там отдыхает. Я люблю больше всего рисовать цветы, потому что они красивые. Что еще ты рисуешь? Я рисую еще деревья, цветы, еще бабочек. Тут много всего интересного, учишься красиво рисовать, хороший учитель, много друзей. Я нашла здесь. А что ты вообще любишь рисовать больше всего? Природу, воду, животных. Японский писатель Кобо Абе, автор романа «Женщины в песках» сказал, что само движение есть песок. С ним невозможно не согласиться. Ведь когда смотришь на песочное шоу, где изображения плавно переходят друг в друга, словно гипнотизируя зрителя чередой визуальных метаморфоз, понимаешь, что песок – субстанция хоть и зыбкая, но долговечная.